Доклад, который обозначен как пероральная химиотерапия метастатического рака молочной железы. В сегодняшних действующих рекомендациях, по которым мы все работаем, сказано, что стандарта химиотерапии первой линии метастатического рака молочной железы не существует, но при этом определено, что оптимально все-таки пациентов лечить монохимиотерапией. На вопрос, где постараемся сегодня определить место пероральной химиотерапии при метастатическом раке молочной железы. Про вторую, третью и последующие линии химиотерапии также сказано, что не существует опять же каких-то определенных стандартов. Существует, если мы откроем рекомендации, целая таблица, список химиотерапевтических режимов. В основном это монохимиотерапия. И одним из пунктов значится препарат винарельбин пероральный. Винарельбин – это алкалоид барвинка розового. Это такой нежный, таинственный цветок, которому издревле приписывались различные волшебные свойства. Так на Руси девушки плели из побегов данного цветка венки, бросали их в реку на Ивана Купалу и загадывали имя жениха. В Германии точно такие же венки весили уже на окна жилищ. И считалось, что они оберегают жилища как от удара молнии, так и от сглаза. Ну вот, на наше счастье, мы живем в эру доказательной медицины. И еще в 80-х годах прошлого века ученый во Франции изобрел препарат винарельбин, который был лицензирован группой Пьер Фабр. И данный препарат был одобрен во Франции в 1989 году. Торговая марка Ивана Вильбин. В 1991 году данный препарат был зарегистрирован для метастатического рака молочной железы. Также препарат зарегистрирован через три года был в США и в Диэй. И в 2005 году капсула Ивана Вильбин зарегистрирована в нашей стране. И на сегодня он входит в список жизненно необходимых препаратов. Напомню, что Ивана Вильбин – это винарколоид второго поколения. На сегодняшний день на рынке представлен препарат в виде капсул 20 мг и 30 мг. Конечно, это цитостатик и есть противопоказания к назначению препарата. Но, в принципе, если мы пробежимся по этому списку, не очень длинному, то поймем, что это абсолютно стандартные противопоказания для всех цитостатиков. Препарат назначается еженедельно. Начальная доза 60 мг на метр квадратный. Если на первом курсе выраженная длительная нитропиния не фиксируется, то дозу можно увеличить разовую до 80 мг на метр квадратный. Если же все-таки развивается нитропиния, то рекомендуется дозировку оставить на прежнем изначальном уровне. Какие преимущества у пероральной формы венрельбина? Это, конечно, отсутствие необходимости венопункции и отсутствие вытекающих отсюда побочных возможных нежелательных явлений. Это удобство приема. Пациентка может реже появляться в лечебном учреждении, что очень важно в эпоху COVID-19. Снижается потребность госпитализации, и пациентка может продолжать более комфортную жизнь, совмещать с работой, с хобби, и больше времени проводить дома. Препарат переносится хорошо. Об этом говорят такие цифры, что препарат приходилось отменять менее чем у 15% пациентов в связи с развитием выраженных нежелательных явлений. На слайде представлены подгруппы метастатического рака молочной железы и определены рекомендуемые схемы. Так, в частности, если мы имеем дело с медленно прогрессирующим раком молочной железы, ГР-2 отрицательным, то, скорее всего, мы назначим навильбин в монотерапию. Если это все-таки какой-то более агрессивный ГР-2 отрицательный рак молочной железы, то это будет навильбин с капицитабином. И если это ГР-2 положительный рак молочной железы, то к навильбину присоединяется антигертерапия. Конечно, мы все знаем и помним, что метастатический рак молочной железы – это хроническое заболевание. И у нас две задачи в отношении данной группы пациентов. Это продлить им жизнь, но при этом не ухудшить их качество жизни. И навильбин обладает всеми свойствами, чтобы эти цели достигнуть. В исследованиях доказано, что препарат достоверно увеличивает выживаемость без прогрессирования, общую выживаемость у больных метастатическим раком молочной железы и при этом не снижает качество жизни. Из слайда видно, что препарат рекомендуется назначать преимущественно, если у пациентки в анамнезе уже были токсаны и антрациклины. Ну и на вопрос, когда, конечно же, в реальной клинической практике. И разрешите представить наше клиническое наблюдение длительного лечения метастатического рака молочной железы. Прошу строго не судить. Анамнез пациентки начался с 2001 года, и, конечно, в том далеком 2001 году лечили по-другому. Стандартов, как таковых, можно сказать, лечения не было. Начали с диагностической секторальной резекции левой молочной железы. При обследовании отдаленных метастазов найдено не было. Гистологически получили инфильтрирующую карциному второй степени злокачественности в одном подмышечном лимфоузле метастаз. Иммуногистохимический анализ в рутинной практике в то время в нашем лечебном учреждении не проводилось. Затем у пациентки был проведен предоперационный курс лучевой терапии, затем мастектомия радикальная, послеоперационный курс лучевой терапии, 6 курсов СИМЕФ, и в течение 5 лет пациентка получала тамоксифен в стандартной дозировке. Лечение закончила адювантное в декабре 2007 года, и целых 12 лет пациентка жила без лечения. Ну, вот в 2019 году, в декабре 2019 года, был выявлен, казалось бы, местный рецидив, но это был достаточно большой по размеру рецидив, почти до 9 сантиметров по данным УЗИ. Цитологически получили рак, оперативное лечение было проведено, но, к сожалению, не радикальное. Гистологически получили инфильтрирующую карциному G1, и при проведении иммуногистохимии был выявлен люминальный абиологический потип. Мы дошли до вопроса про лечение, и попрошу проголосовать, как бы вы, уважаемые коллеги, начали данную пациентку лечить, учитывая ее анамнез, монохимиотерапия, комбинированная химиотерапия, гормональная терапия или гормональная терапия в комбинации с таргетной терапией. А в каком году вы... Мы сейчас как? Мы как бы... Как нужно лечить или как... Нет, во время первого прогрессирования, то есть это было позднее, на самом деле, прогрессирование, через 12 лет после комплексного лечения. То есть это сейчас уже происходит? В 2019 году, да. В 2019, да. Да, 2019 год. Это у нас был декабрь 2019 года. Да, вот буквально сейчас завершается голосование. Еще уже теперь 5 секунд. Спасибо за голосование. И наше мнение совпало с большинством. Помогите, пожалуйста, переключить слайд. Спасибо. И по поводу первого прогрессирования пациентке был назначен гормональный препарат фульвестран с ингибитором CDK4,6, палбоциклип в стандартных дозировках. И пациентка, безусловно, получила выгоду от этого лечения. Она получала лечение в течение года. Наилучший ответ на лечение – стабилизация. Но через год, в январе уже текущего 2021 года, у пациентки было выявлено прогрессирование, причем очень мощное. Это множественные медостазы в печени с огромным поражением до 80% селезенка, кости, канцероматоз брюшина, асцит. Кроме того, выявлялось повышение трансаминаз, билирубина до второй степени. И данная ситуация была расценена нами как висцеральный криз. Была проведена трепанобиопсия печени в январе 2021 года. Гистологически получили медостаз рака молочной железы. При проведении моногистохимического анализа все тот же люминальный абиологический подтип. Конечно, учитывая такое массивное прогрессирование, материал был направлен на определение мутации пиктрисей, но мутации не было выявлено. Таким образом, на начало текущего года, это у нас была уже пациентка 80 лет, изначально вторая стадия, радикально пролеченная, 12 лет без лечения, рецидив нерадикально прооперированный, в течение года получала ингибитор CDK4,6, гормональный препарат, и спрогрессировала с висцеральным кризом. У пациентки два инфаркта миокарда в анализе, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Скажите, пожалуйста, как бы вы начали пациентку лечить, учитывая все эти данные? Опять же, монохимиотерапия, комбинированная химиотерапия, гормональная терапия или, может быть, таргетная терапия? То есть, получается, больная гормонопозитивным раком молочной железы 80 лет, с висцеральным кризом, и в анамнезе первая линия на основе ингибиторов циклинзависимых киноз, пиктрисей мутации не обнаружена. И мы решаем, что данной женщине назначить. И сопутствующая патология у нее? Да, вот такая достаточно выраженная, два инфаркта миокарда в анамнезе. А пациентка комплоентна? Абсолютно комплоентна, да, абсолютно она получала... Ориентируется хорошо в пространстве? Да, достаточно сохранная. Если не считать, все-таки висцеральный криз, как мы это расценили. Спасибо большое за голосование, уважаемые коллеги. Ну, вот наш выбор... Все-таки я вас перебью за химиотерапию, все-таки 60%. Висцеральный криз, мы вот обращаем на это внимание, конечно же, это абсолютные показания к химиотерапии. Такого решается вопрос, собственно, какая это будет химиотерапия, пероральная или инфузионная, да? Да. Спасибо большое. Ну, вот наш выбор пал на навильбин. Конечно, как я до этого говорила, препарат все-таки рекомендуется после токсанов и антрациклинов, которые пациентка не получала. Но, безусловно, всех под одну гребенку нельзя. И тут учитывался все-таки возраст пациента, безусловно, и сопутствующая патология. И вот коллегиально было принято решение, что это будет препарат навильбин капсульный, который пациентка начала принимать в феврале 2021 года, принимает по настоящее время. Дозировку не увеличивали. Так она на дозировке 60 мг на метр квадратный идет, плюс получает бисфосфонат, учитывая метастазы в кости. По данным компьютерной томографии у пациентки стабилизация. Трансаминазы билирубин опустились до первой степени, остаются стабильными. И пациентка получает лечение по настоящее время, уже такие множественные курсы химиотерапии, переносит пациентка лечение хорошо. Ну, конечно, мы, онкологи-химиотерапевты, может быть, немножко сумасшедшие, всегда стараемся на шаг вперед что-то придумать для пациента. Скажите, пожалуйста, на что бы вы обращали внимание в дальнейшем? Мы понимаем, что заболевание хроническое. И тут вопрос, не спрогрессирует ли пациентка, а когда спрогрессирует все-таки. Чем бы вы начали дальше лечить пациентку? Монохимиотерапия, комбинированная химиотерапия, гормональная таргетная терапия? Если хочется проголосовать, оставить под наблюдением. Просто пока голосует. Вот, Татьяна Юрьевна, что вы думаете? 80 лет, пока стабильно все, станет 81. В случае прогрессирования спрашивают. Ну, вот она запрогрессировала. Нет, пока голосует. Вот ваше мнение. Оставить на симптоматической терапии. А как объем ациклип, который показал эффективность, если она у нее с кишечником? У нее CDK 4.6 были. А объем ациклип в монорежиме зарегистрирован в качестве третьей линии в монотерапии без CDK 4.6. Больные не получали. Все-таки поставить под наблюдением. Слушайте, она не получала поклитоксел. Да. Она не получала стандартные проукции. Можно спросить? Ах, нет, просто хорошее. Да, здесь просто начали коллеги как бы с Навельбина. Не, скажем так, неординарное решение. Спасибо большое за голосование. Ну, вот мнение коллег разделилось. Ну, да, понятно, я согласна абсолютно с коллегами, что тут надо смотреть на многие вопросы, в каком состоянии пациентка будет на момент прогрессирования, будет ли опять же висцеральный криз и на многие другие моменты, в том числе, наверное, и на желание пациента. Может быть, она скажет, оставьте меня в покое, дайте пожить. Может быть, да, и симптоматическое лечение, наблюдение, наилучшая поддерживающая терапия. Ну, и в заключении хочется сказать, что, конечно, надо помнить, что метастатический рак молочной железы – это заболевание хроническое. и в тот день, когда собирался консилиум по данной пациентке, конечно же, спрашивалось и желание пациентки, и предоставлялся ей выбор, возможные опции. Конечно же, с ней это обсуждалось. И решение наше «Жизнь показывает» на тот момент было принято верное. И, конечно, надо всегда помнить, что в наших силах продлить жизнь пациента – это наша главная задача. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok